Так, ну что ж, дорогие друзья, разомнёмся опять. Дело в том, что я не стал особо мудрить с реквизитом. Я оставил почти то же самое, только развернул. Но у меня было желание, когда вы сказали, что вот как в погребке, у меня было желание сразу же поставить туда свою лампу. Но она до сих пор не работает. Да, и вы знаете, дело в том, что когда ты делаешь натюрморт с огнём, и она горячая, и переставлять это всё – проблема. Поэтому я решил эту проблему таким образом. Я взял, сейчас я покажу поближе. Вот, видите, просто в кучку смотал вот эти лампочки от ёлочной гирлянды. Поставил её сзади, проверил, да, выглядит как свет. Потом, чтобы украсить, я пошёл на дачу. Моё любимое место по добыче материалов. И вот сорвал такой плющ. Вряд ли кто знает, как выглядит на самом деле этот самый хмель. Но вряд ли. Но оно дало, как бы, вот то, что хочется. И на очень зелёненькое такое, да. Поставил две пивные кружки. В этот раз, по вашему же совету, убрал я назад эти пробки. Всё. Деревянных их не может быть здесь, потому что это пивные, и поэтому деревянные я не видел. Так, положил здесь маленький листочек. Опять же разбросал эти каштановые зелёные плоды. И давайте мы теперь посмотрим, как я это снимал. Потому что это заслуживает тоже внимания. Короче говоря, дело так. Первое. Мы светим вот здесь, за фонарём. Сразу убираем резко. Куда-нибудь в сторону, или закрываем. Чтобы. Переходим потом на эту сторону, и освещаем вот через этот отражатель. Освещаем здесь вот эти плоды, и листву, и саму бочку немножко. Так. Потом перескакиваем на этот край. Делаем вот такой узкий луч. И несколько раз вот так проводим. В зависимости, насколько у вас там стоит, что. Вот. И в принципе, ну давайте мы сейчас сделаем это всё. Тем не менее. Просто подольше подержим. Так. Давайте. Итак. Я навожу сюда, включаю. Подержал. Быстро убрал. Можно сразу здесь вот этот делать. Вот так. Поводили. Перескочили. И освещаем здесь. Так. В итоге получаем вот такую фотографию. В принципе, я ей доволен. И поэтому сейчас мы пойдем с вами в Photoshop. Но я думаю же, там не придется много чего сделать. Потому что мы все продумали и все сделали. Ок. Но тем не менее, пойдем. Ну, вот, как я и говорил, здесь особо нам ничего не придется делать. Единственное, мы сейчас сразу же горизонт поправим. Ну, наверное, еще чуть-чуть. Как бы. Вот так. Так, горизонт поправили. Посмотрим, что тут еще. Вот так, наверное, сделаем. Вот. Ну, что. Вот я свое дело, она сделала. Надо было немножко подвинуть, конечно. И то, что пятно с наложением на гирлянду, она дает, конечно, желто-оранжевый свет, какой нужен. Но здесь у нас свет совсем другой, как вы видите, да. Поэтому нам придется с этим немножко повозиться. То есть, посмотреть температуру. Вот и все. Но проблемка в том, что у нас там увеличивается, да. Поэтому мы с вами сейчас сделаем следующее. Мы возьмем... Так, температуру. Поставим, как она была. Сколько она у нас там была? Ну-ка. Настройки по умолчанию. Вот так. Мы сделаем два кадра сюда сейчас. Сделаем. То есть, сейчас я отменю. Возьму еще раз. У меня там был последний кадр. Последний. Так. Вот. Мы откроем это изображение. Возьмем второе. Вот это. И здесь уже поменяем температуру. Вот так сделаем, да. Для чего это делаю? Чтобы убрать вот здесь потом лишнее. Так вполне достаточно. Вот так вот. Ок. Открыть изображение. Одно на другое накладываем. Говорим, что загрузить в стек. Где у нас сценарий? Загрузить в стек. Ок. Давайте открытые файлы. Попытаться. Естественно, попытаться. Ну что? В чем дело? Иногда ты меня, конечно, бесишь. Он почему-то думает, что кадры обработаны, и вместе в стек они не поместятся. Но мы тебе так засунем. Ок. Здесь делаем белую маску. Берем наш гетационный кружочек. И сейчас черным пройдем здесь и уберем лишнее. Так, непрозрачность 100. Да, отлично. Вот так, просто лишнее немножко. Вот, приберем чуток. Есть. А здесь назад, наверное, назад. Назад, назад, назад. Вот так. Да, просмотрел я, конечно, что у меня этот огонь немножко сместился. Ну, это как раз самое малое, что я тут допускаю, не допускаю. Так. Совмещаю вместе. Выравниваем. Вот так. Вот. Ну и, в принципе, и все. Мы можем, конечно, там еще пропорции 4 к 3 сделать, не пойдет. 3 к 2, скорее всего. 3 к 2. Вот так. Ну, она уже в 3 к 2, так что тут подумывать. Ну, откадрируем. Все, мы получили довольно-то симпатичное. Для стоков я уберу вот эту надпись, естественно. Может быть, 133 оставлю для красоты. А так получился вот неплохой такой матюрмортик. Правда? Ну, все, размялись. Там посмотрим дальше, что будем делать. Окей? Все доброго, друзья. Хорошего дня. Пока.